Привет всем! В этом видео я немного поговорю о некоторых обсуждениях и иногда даже скорее заблуждениях, которые очень часто попадаются лично мне на глаза. В этот раз разговор будет о вещах, так или иначе касающихся темы Nvidia на Linux. Как вы понимаете, для меня как владельца карты 10 серии это пока не самый интересный вопрос, но тем не менее часто слышу, как люди спрашивают, думают или одни стараются убить других с помощью всяких предположений, что им придется навсегда полностью и бесповоротно отказаться от RT и DLSS, если они перейдут на Linux. Ответ на самом деле нет, не придется. Правда на текущий момент не стоит ожидать, что raytracing будет работать из коробки, поэтому я думаю, что обычному пользователю будет достаточно трудно сделать, чтобы это работало вне протона. Также я уточню, что под DLSS имеется ввиду DLSS от компании Nvidia, работающей на RTX видеокартах, а не CyberFSR-мод, который дает доступ к FSR-версии через интерфейс DLSS внутри игры. На MyJTX Pascal нет тензорных ядер, так что я не могу включить и показать DLSS, но драйвер Nvidia позволяет включить трассировку лучей даже без RT-ядер. Однако важно понимать, что без них и компенсации в виде DLSS производительность будет просто-напросто уничтожена трассировкой лучей. Пока я говорю, вам должны быть показаны кадры с raytracing на Linux, и это просто для демонстрации, что сама технология работает на Linux. Все остальное время я вовсе не играю с включенной трассировкой лучей на GTX видеокарте, которая даже не предназначена для них. Хорошо, надеюсь, ситуация с трассировкой лучей и DLSS на Linux стала понятна. В общем, как-то так. Теперь можно перейти к драйверу Nvidia. Если вы посмотрите пакеты проприетарного драйвера Nvidia, то увидите, что состоят они в основном с двух важных вещей — нескольких модулей ядра и библиотек, работающих в пользовательском пространстве. То есть у нас есть код, хранящийся в привычном нам виде файлов, который необходим для работы OpenGL, Vulkan, CUDA и прочего, и некий код, хранящийся в модулях ядра, чтобы обеспечивать должную работу и поддержку со стороны ядра. Еще где-то там есть само устройство — наша видеокарта, внутри которой тоже может быть некий микрокод, который предназначен для исполнения только силами самой видеокарты. Обычно такие микрокоды называют прошивкой. Например, может быть, кто-то уже слышал, что у видеокарты есть свой BIOS. В этом случае это называется прошивка BIOS. Что тут стоит отметить? При такой схеме для пользователей десктопного Linux есть одна особенность, которая на практике довольно сильно может усложнить жизнь. Если эти модули ядра не будут успешно прикреплены к ядру — неважно по какой из причин, сейчас я не буду подробно останавливаться на них — то такая вот схема не сможет работать должным образом, и у нас при включении компьютера будет некий черный кран вместо рабочего стола. Что объявило и, главное, сделал NVIDIA в прошлом году. Сейчас мы не будем рассматривать все причины и тонкости, а только то, что касается десктопного Linux и более-менее интересно обычным пользователям. Было объявлено, что начиная с 515 версии драйвера NVIDIA будет публиковать GPU-модули для драйвера Linux как открытые. Однако на момент первого релиза это пока не повторяет возможности проприторного решения полностью, но работа над тем, чтобы однажды, когда-нибудь, догнать его функционал будет продолжаться, и, вероятно, потом, в перспективе будет рассматриваться дальнейшая переработка формы возможной для принятия в ядро Linux. Также было сказано, что такие открытые модули будут работать только для видеокарт на архитектуре тюрингов и новее, то есть это начиная с 16 и 20 серий. Для предыдущих поколений и тех, кто прямо сейчас пока еще не хочет становиться тестером и ему важно оставить исправно работавшее устройство, по-прежнему будет выходить и доступен закрытый вариант, как и всегда. Довольно много было сказано на самом деле, а если проще, то что все-таки было сделано? Давайте вернемся к схеме и на посмотрим, что изменилось. Компоненты, работающие в пользовательском пространстве, остались не тронуты, то есть будут по-прежнему закрыты. Функционал закрытых модулей был разделен на две части. Одна часть стала теми самыми открытыми модулями ядра, функционал же второй части переведен в микрокод и теперь возложен на внутренние силы видеокарты, что, вероятно, делает видеодрайвер NVIDIA более защищенным, поскольку такой подход позволяет еще больше закрыться от центрального процессора. Однако этот шаг повышает технические требования к видеокарте, так что в результате с таким могут справиться только видеокарты, у которых на борту дополнительно есть GPU System Processor, функционал которого сегодня на себя берет управляющий ядро, известное как NVIDIA RISC-V. Однако для пользователей может стать проблемой, что на их видеокарте может не быть этого самого NVIDIA RISC-V, ведь впервые они появились с архитектурой Тьюринг, то есть это видеокарты 16-20 серии и новее. А у Паскаля 10-й серии и, соответственно, всех прежних видеокарт попросту нет такого мощного встроенного процессора, который справился бы с этим микрокодом, GSP-прошивкой. Кстати, недавно я сделал перевод презентации NVIDIA RISC-V от 2016 года. В ней рассказывается о том, что вообще сподвигло NVIDIA искать новое решение и как они в итоге пришли к RISC-V. Ссылка на перевод будет в описании. Надеюсь, теперь понятно, почему открытые GPU-модули ядра недоступны для претьюринг видеокарт, и почему NVIDIA не добавит для них официальную поддержку. Также я видел новости, что открытая реализация драйвера Vulkan для видеокарт NVIDIA в MESA называется NVK, и, насколько я понимаю, пока это больше нацелено на работу с Тьюрингами и новее. Ведь уже есть открытые модули ядра, и всё, что останется, заставит всё это работать с официальной проприетарной прошивкой NVIDIA. Ну что ж, за состоянием NVK теперь будут пристально следить все игроки, ведь они ждали, что NVIDIA откроет этот компонент, после чего общими усилиями можно было бы улучшать производительность Vulkan на Linux, чтобы это побило производительность проприетарного драйвера на Windows. Но на деле получили лишь новость о том, что всю эту работу сообществу придётся делать самостоятельно, с нуля и без помощи NVIDIA. Ладно, перспектива с открытыми модулями и реализация Vulkan в лице NVIDIA звучит хорошо, но до того момента, как это всё превзойдёт проприетарный драйвер, как и прежде, вполне же можно пожить на паскалях ещё некоторое время. Вероятно, для некоторых людей да, однако уже есть ещё одна проблема. Довольно заметная плохая производительность в играх, в особенности использующих только DirectX 12. Обычно это ААА-проекты, которые начали выходить последние годы. Выглядит это как упор в GPU, то есть карта нагружена, что называется, на полную, но на Windows в тех же местах FPS вроде как должен быть в полтора раза больше. К сожалению, я не приобретал все такие игры и не устанавливал Windows для того, чтобы проводить тесты, поэтому видел только многочисленные сообщения от обычных пользователей. И разработчикам WKD 3D Proton также известно, что на прежних сериях есть такая огромная разница по сравнению с обычными ожидаемыми потерями до 20% в DirectX 11 и 12 играх при переходе на Linux. Помимо всего прочего, по техническим характеристикам видно, что архитектура Pascal уже не соответствует последнему уровню DirectX 12, так как она не поддерживает все технологии, которые теперь требуются в DirectX 12 Ultimate. То есть это уже архитектурное ограничение, не привязанное к какой-либо платформе или API. А очевидно, некоторые из важных улучшений прошли как-то мимо большинства обычных игроков из-за всех этих майнинговых шумих. Но тем не менее похоже, что тысячная серия начала понемногу вытесняться из общего пользования даже среди пользователей Windows. Прежде чем продолжить, я бы хотел ненадолго вернуться к предыдущему ролику. В том моменте, с 30 кадрами, я говорил о том, что смотреть, играть или тестировать DirectX 12 режим этой игры абсолютно не имеет никакого смысла на Linux, поскольку тогда же все обсуждали проблемы крайне плохой производительности этой игры в DirectX 12 режиме и на Windows. Так что как минимум необходимо ждать каких-либо исправлений со стороны разработчиков игры. Больше никаких вольных трактовок от себя делать не надо. Хочу напомнить, если вы сомневаетесь или не очень понимаете, о чем там говорит автор ролика, вы всегда можете спросить, поинтересоваться, уточнить какие-либо моменты в комментариях. Спасибо. Костыли и оптимизация. Пожалуй, эти два слова я очень люблю употреблять, потому что под ними каждый понимает что-то свое. Чуть ранее я сказал с обычными ожидаемыми потерями на видеокартах Nvidia. Так, получается из-за перехода на Linux при видеокартах Nvidia на каких-то уровнях есть потери? Да. Полагаю, это в целом должно быть очевидным для всех, что на каких-то уровнях такое вполне может быть заметным. Ведь запуск программы, предназначенной для исполнения на минуточку в другой операционной системе, вроде как уже по условию не может быть полностью бесплатным к ресурсам. Однако не всегда это может быть критическим моментом, так как эти издержки могут перекрываться удачным использованием некоторых современных вещей или технологий, что при некоторых обстоятельствах даже может дать большую производительность, как итог, для конечного пользователя. Тут, вероятно, более значимым для современных игр является вопрос качества реализации драйвера видеокарты и работы DXVK. Что тут имеется в виду? Например, на Windows у вас может быть довольно качественная реализация поддержки D-RX11 со стороны видеодрайвера. И не сказать, что бы самая лучшая поддержка Vulkan. DXVK может работать на Windows, но при таком раскладе он не сможет сделать, что называется чудо из ниоткуда, и побить производительность родной реализации D-RX11. Ведь по большей части он будет ограничен качеством реализации драйвера Vulkan со стороны NVIDIA. Такая же проблема будет и на Linux соответственно. Однако в противоположность, примером хорошей реализации драйвера Vulkan на Linux и вероятно в целом, является открытая MESA, которая превосходит проприетарные решения Vulkan для видеокарты AMD. Причем настолько хорошим, что владельцы этих видеокарт при переходе на Linux действительно замечают, что получают хороший и производительный видеодрайвер, который создается общими усилиями, в отличие от случая, когда это разрабатывается за закрытыми дверьми, и никто кроме работников компании не может принимать в этом участие. Именно это по большей части является основной причиной хороших отзывов о Linux от владельцев видеокарты AMD. Но к сожалению в случае с NVIDIA есть только закрытые двери и соответствующий результат. И мы снова сидим и чего-то ждем. В этот раз ситуация немного сдвинулась с мертвой точки, и теперь мы можем сидеть и ждать NVIDIA. На самом деле я считаю, что такое в целом не тема разговоров для действительно обычных пользователей, так как знание каких-то подобных вещей на глубинном уровне действительно не требуется, чтобы продолжить пользоваться компьютером. Такое обычно более важно только для тех, кто заинтересован в получении хороших или даже лучших результатов для своей конфигурации железа. Однако некоторые личности, которые вроде как пытаются учить других, на деле пишут лишь довольно странные вещи, а все из-за того, что они не разбираются о том, о чем пытаются говорить. Вот смотрите, есть драйвер NVIDIA, никаких новых видеокарт в последнее время не выходило, новых версий DATX не выходило, однако со временем NVIDIA продолжает только что, называется все чаще клепать обновления для драйвера видеокарты. Почему? Чтобы исправлять общие проблемы и проблемы специфичные для новых игр. Вообще получается так, что сейчас у NVIDIA есть целая отдельная ветка драйверов специально для этого, Game Ready Drivers, которые вроде как сосредотачиваются на том, чтобы выпускать исправления специфичные для отдельных игр. В описании к версиям драйверов прямо так и написано, исправляет ошибки игры и проблемы производительности. Эта дежурная формулировка часто употребляется в каждой версии, поэтому не говорит, какие конкретно вещи были затронуты и насколько это влияет на производительность. Однако это ясно обозначает, что без этих исправлений на стороне драйвера, игра будет, назовем это, хуже работать на этом железе. Но по мнению некоторых людей, вот это вот ни разу не костыль. Хотя, тем не менее, на вас посмотрят как на дурачка, если вы будете проводить какие-либо тесты на версии драйвера, не содержащих таких изменений, которые еще и назовут другим словом, которым бросаются налево и направо. Оптимизация Более того, такая схема существует уже много лет подряд, из-за чего, можно сказать, некоторые разработчики игр уже приучены к тому, чтобы не обращать внимания на ошибки в своих играх, ведь они опираются на успешный опыт предшествующих разработчиков. В общем, GameReady Driver это еще одна из тех вещей, которая сидит в подкорке мозга некоторых Windows-пользователей, причем настолько глубоко, что теперь этого не замечают и даже не придает значения. Тем не менее, по итогу есть вопрос к некоторым таким диванным экспертам. Вот, выходит исправление на стороне видеодрайвера, которое повышает производительность, допустим, на 5-10%, но только в одной DirectX-игре. А затем, через несколько лет, вы пытаетесь запустить эту игру на Linux. А вопрос, собственно, к таким знатокам. Как? Каким образом они спрашивают и ожидают, что без тех изменений, той проведенной работы программистов для одной игры, что добавляет те 5-10% производительности, последняя не только не теряет эти проценты, но еще вдобавок и предъявляется требование, чтобы FPS был выше. И все это на дому том же железе. Нет, это так не работает. Если играть ряд производительности без специфических ухищрений со стороны драйвера, это по сути остается проблемой игры. И такие вещи, происходившие в течение многих лет, естественно, начали одна за другой вылезать наружу при разработке DXVK. Также, помимо этого, прибавьте сюда качество реализации драйвера Vulkan, что я упоминал чуть ранее. Поэтому на практике и получается, что есть некоторые ожидаемые потери, вдобавок к которым DXVK еще и вынужден считаться с совсем уж тяжелыми случаями сломности игр. Но в комментариях люди часто пишут, что изменения, направленные на одни и те же вещи, на Windows считаются оптимизацией, такими как на Linux, и они же могут называться лишь костылями. Хотя в реальности, когда вы смотрите ролики про сравнение работы игр между Windows и Linux, в моменты, где игры ограничены по GPU, по сути, вы вроде как должны видеть сравнение качества реализации тех или иных графических драйверов. В общем, это не тема для разговоров обычных пользователей, и я бы советовал не торопиться действительно глубоко влезть в такие вещи, ведь это разрушает некую магию работы компьютеров и некоторых давно любимых игр. Правда, и суровая реальность вам может очень сильно не понравиться. Собственно, это было бы все, но пока я делал ролик, меня попросили упоминать больше простых вещей, которые все же могут быть неочевидны простым пользователям. Например, то, что на Linux играми может потребляться больше видеопамяти по сравнению с теми же играми на Windows при одинаковых настройках графики. Что может быть критично для видеокарт с малым объемом памяти, ведь ее нехватка очевидным образом скажется на производительности. То есть, еще раз, если взять 1050 на 2 гигабайта, и игру, которой на Windows при минимальных настройках графики, будет вот прям впритык, но тем не менее хватает 2 гигабайта, то при переходе на Linux эта же игра покажет меньше FPS или будет подлагивать из-за проблемы нехватки видеопамяти. Собственно, наверняка возникает вопрос, из-за чего на этом самом Linux расходуется больше видеопамяти, и когда это исправят, чтобы я мог на него перейти? Ответ. Такой расход ресурсов идет в основном из-за разницы графических API, конкретно из-за некоторых особенностей работы старых версий DRTX и более современного Vulkan. Так что такое не может быть исправлено или что-то такое, поскольку здесь ничего не сломано. Все из-за того, что Vulkan изначально задуман делать некоторые вещи, необходимые для обеспечения производительности. Все, что я могу посоветовать, проследить за объемом используемой видеопамяти, и это легко можно сделать с помощью MangaHood. Либо если вы на Windows и пока только прикидываете, как будет работать та или иная игра, проверьте, будет ли она оставлять на Windows свободным по крайней мере 1 гигабайт видеопамяти. Однако это приблизительное значение, ведь оно в конечном итоге зависит еще и от самой игры. Но полагаю, на видеокартах с 2 или 3 гигабайтами это будет довольно частая проблема. А еще нужно учитывать, что аппетит игр к системным требованиям постоянно раздуваются еще больше. Вообще, я не хотел отдельно упоминать такую проблему с объемом видеопамяти здесь, ведь она не эксклюзивна для видеокарт NVIDIA, и помимо этого включается в еще большее понятие, которое я характеризую как «хорошо поддерживает вулкан». Теперь, после всего услышанного, я думаю, у вас более-менее сложилось общее представление, откуда берется и куда девается производительность на Linux. Давайте подведем некоторые итоги по NVIDIA из всего услышанного. Работа над полуоткрытым драйвером ведется, пока нечего сказать что-то конкретного. Однако это ясно обозначает, что 10-е и все предыдущие серии вскоре устареют из-за этого. Чем новее видеокарты NVIDIA, тем больше польза будет от перехода на Linux по сравнению с предыдущими поколениями. Если кто-то пытается убеждать других, что Over-T и DLSS не работают на Linux, очевидно он не разбирается в этом вопросе. Закрытый с реализацией драйвера Vulkan по сути тормозит производительность NVIDIA на Linux, плюс мешает, что некоторые игры иногда могут слишком сильно полагаться на специфичные правки на стороне драйвера NVIDIA для Windows. Помимо качества драйвера, есть еще и различные архитектурные ограничения, которые делают работу некоторых вещей невозможной или могут очень сильно ограничивать производительность. А опять же, больше всего это касается 10-й и младших серий. Кстати, я планирую поставить Windows и Linux Mint, чтобы сделать тесты с 1080i и сравнить производительность в некоторых играх. Вероятно, это будет в следующем или одним из ближайших видео. Также владельцам бюджетных моделей с малым объемом видеопамяти стоит быть внимательными, так как при ее нехватке они легко могут получить подлагивание и низкий FPS в тех же местах игры, где на Windows нет этой проблемы. Ладно, на этом все. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok